МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Медикус. Очередной год подходит к концу. Уже ощущается праздничная атмосфера суеты и радости. Все мы готовимся к новогодним праздникам, строим планы, выбираем подарки, обсуждаем праздничный стол, подбираем наряды. В преддверии праздника всегда пробуждаются чувства прекрасного, бурлят творческие порывы и фантазии. Сегодня творческая группа нашей программы подготовила для вас не совсем обычный выпуск. Поздравления и пожелания, добрые советы и рекомендации, оригинальные идеи и кулинарные рецепты. Мы надеемся, что все это будет полезным и вдохновляющим для гармоничной, здоровой и радостной встречи Нового года. Приближаются новогодние праздники. Все мы ждем с нетерпением Новый год. Все мы ждем с нетерпением те угощения, которые будут стоять у нас на столе. И, естественно, несколько дней, а то и неделя у нас будет проведена достаточно бурно для нашей пищеварительной системы, для нашей печени. Поэтому нужно помнить, что к новогодним праздникам, так как мы будем очень много есть и пить, нужно отнестись к достаточно опасному мероприятию, хоть и долгожданному, и желанному. И постараться соблюдать все правила техники безопасности, для того, чтобы это не сказалось пагубно на нашем здоровье, и как можно быстрее мы могли восстановиться. Есть несколько правил, которые вам помогут избежать и тяжелого похмелья, и быстро восстановиться, и пожалеть вашу несчастную пищеварительную систему, которая, поверьте, явно не готова к такому обильному обильному едению в течение длительного времени, кроме того, с совершенно разнообразными, зачастую несочетаемыми продуктами. Поэтому в день Нового года, в преддверии его, постарайтесь с утра выпить 2-3 стакана щелочной воды, то есть подготовить организм к детоксикации. И непосредственно перед уже приемом гостей, где-то за час, тоже повторить эту же процедуру, выпить воду, потому что алкоголь прежде всего обезвоживает организм, а сам процесс пищеварения требует огромного количества воды. Непосредственно перед приходом гостей буквально 10-15 минут. Если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, вы уже знаете, что для вас это излишество будет достаточно проблемным завтра, вы можете принять какие-либо пищеварительные ферменты, фистал, панкреатин, креон, по вашему выбору. Если же этих проблем нет, вы можете ограничиться приемом сорбентов. Это энтеросгель, это гуарем, который, кстати, сократит для дам количество углеводов и жиров, которые будут всасываться в кишечники, и тем самым поможет им сохранить стройность, несмотря на хорошо проведенную новогоднюю ночь. Следующий момент. Нужно помнить, что традиционный салат, который идет у нас первым, самый тяжелый продукт для пищеварения в желудке, потому что большое количество крахмала и цельных углеводов на самом деле может привести к застою в желудочно-кишечном тракте. Если сверху вы будете класть следующую порцию, например, мясных продуктов, то мясо достаточно трудно будет проходить на подушке из углеводов. Поэтому лучше все-таки все делать наоборот или принимать вместе. Напиток, который помогает нам переваривать тяжелую пищу, это вино, сухое вино. Даже не шампанское. Шампанское можно приберечь для торжества самому непосредственно. А белое или красное сухое вино поднимает кислотность желудочного сока и позволяет легко переварить тяжелую пищу. И, кроме того, очень хорошо помогает эмульгировать жиры. Поэтому это напиток номер один. Самое тяжелое для нашей печени – это сочетание различных алкогольных напитков. То есть не мешать их. Стараться пить что-то цельное, что-то одно. Не использовать коктейли. Ни в коем случае не снижать действительно градус, потому что это уже очень важно для организма. И когда закончится застолье, перед самым отходом по сну, тоже опять выпить те самых 2-3 стакана воды. С щелочной, с лимоном, можно выпить снова сорбент, для того, чтобы с утра все-таки легко встретить первый день Нового года. По возможности, после каждого тяжелого такого в пищеварительном плане дня, с интоксикацией совсем, один день детокса – это либо 16-часовое голодание хотя бы, либо целый день 24-часовое, но он должен быть на определенном уровне воды, количество, и обязательно все-таки 24-часовое уже требует согласования с вашим доктором. Можете вы себе это позволить или нет. Или в крайнем случае, это тоже очень полезная процедура, просто провести один день на соках. Нужно не забывать, что этот праздник на самом деле радости. Мы все его очень ждем. Мы все хотим наряжать елку, чтобы все светилось, горели свечи, чтобы наши желания, о которых мы мечтаем, обязательно сбылись. Поэтому я бы хотела пожелать родному городу, нашим горожанам, нам повезло жить в очень красивом городе, на реке, прежде всего, любви. И любви к самим себе. То есть, потому что, когда мы начинаем любить себя, мы начинаем трепетно относиться к нашим мыслям, к нашему телу, к нашему окружению. Меняется все вокруг нас. Мы действительно начинаем превращать жизнь в сказку. Поэтому я хочу вам пожелать, конечно же, здоровья. Здоровья с позиции именно великолепной гармонии, которая дает нам сочетание нашего идеального божественного тела, нашего чистого духа и радости, которая вокруг нас находится. Каждая женщина мечтает хорошо выглядеть. А уж в Новый год просто ума помрачительны. И поверьте, это под силу любой представительницы прекрасного пола. Главное – позаботиться об этом заранее. Посетить косметолога, сбросить пару лишних килограммов, привести в порядок волосы. И на все это у нас есть еще время. Так, специалисты нового Украино-Американского центра медицинской косметологии и малоинвазивной хирургии Эммет Медицин предлагают к новогодним праздникам эффективную косметологическую процедуру, которая вернет вашей коже свежесть и сияние, здоровый румянец и красоту. Дорогие девушки, дорогие женщины, сегодня я хочу вам предложить прекрасную процедуру, которая позволит уже к Новому году вам обрести свежую, здоровую кожу, повысит ее качество, увеличит увлажняемость и выровняет ее рельеф. Это процедура фирулового пилинга. Фируловый пилинг длится недолго, всего 30 минут, но эффект от него нарастает в течение двух недель. И тот максимальный эффект вы получите как раз к новогодним праздникам. Первый этап – это очищение кожи. Мы делаем тщательный домакияж с учетом того типа кожи, который имеет наш пациент. Это достаточно комфортный пилинг. Он не печет, но фируловая кислота должна оставаться на коже не менее 16 часов. Поэтому пилинг смывается дома. Все это время пациент имеет обычный вид. Лицо кажется слегка неприпудренным. После очищения кожи мы наносим первый этап пилинга – классическую фируловую кислоту. Пилинг наносится на все лицо равномерно, достаточно близко к ресничному краю, потому что нам важна кожа вокруг веков. Ни жжения, ни покраснения нет. Между слоями пилинга мы используем специальную добавку с витамином С. Следующий этап – это нанесение фируловой кислоты с ретинолом. Фирулак плюс. Ретинол – это витамин А, он имеет желтый цвет, но именно он обеспечивает тот мощный антиэйджи фер, которого мы все так ждем. Этот слой наносится точно так же на кожу в виде крема, маски, как угодно можно назвать, но имеет легкий такой желтоватый оттенок за счет присутствия здесь ретинола. Он не печет, он достаточно приятно пахнет. Ретинол входит в нашу кожу в течение 12 часов и оказывает действие на основные клетки кожи. Именно ретинол вызывает ретиноловый дерматит, который сопровождается легким шелушением, краснотой, небольшой отечностью. Шелушение обычно наступает на второй-третий день после начала пилинга и заканчивается через 4-5 дней. Последний этап – это нанесение наноформы фируловой кислоты, которая еще больше усилит все те эффекты, которых мы ждем. В таком виде пациент пускается домой. В принципе, он может вести свою обычную жизнь – идти на работы, посещать супермаркеты или спортклубы. Хотелось бы обратить внимание, посетив новый украино-американский центр медицинской косметологии и малоинвазивной хирургии и мед.медисин, кроме основных видов медицинских косметологических услуг, вы сможете пройти комплексную антиэйдж-диагностику, генетическое обследование, воспользоваться услугами малоинвазивной амбулаторной хирургии, получить консультации врача-косметолога, хирурга, антиэйдж-специалиста. Здесь вам всегда будут рады. Высококвалифицированные специалисты центра каждый день работают на результат. И с каждым новым пациентом появляется новая возможность и новый вклад в здоровье и красивое будущее. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю вам оставаться в новогоднюю ночь красивой, яркой, непревзойденной. Украино-американский центр медицинской косметологии и малоинвазивной хирургии и мед.медисин находится по адресу город Днепропетровск, улица Гусенко, 17, телефон для справок 067-180-01-80. Хотелось бы обратить внимание, с 1 по 31 января 2016 года на все процедуры клиники действует 20-процентная скидка. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю, чтобы в Новом Году воплотились в жизнь ваши самые сокровенные желания. Дела были успешны, а решения мудрые. Достатка, уверенности и процветания, веры, гармонии и здоровья. Пусть Новый 2016 год станет для всех годом мира, согласия и взаимопонимания. С Новым Годом! Волосы – это то, что украшает женщину, делает ее очаровательной и привлекательной. Из покон веков считалось, что волосы – это не просто ее достоинство, но и ее скрытая незримая сила, отражение уровня внутренней энергии. Состояние волос женщины и отношение к ним влияют на благополучие в семье, успех мужчины, здоровье детей. Поэтому к своим волосам необходимо относиться с вниманием и любовью. А помочь вам в этом может серия косметических средств по уходу за волосами торговой марки «Сила лошади». Все, что нужно для здоровых волос. Ухоженные волосы являются, пожалуй, одним из главных украшений женщины. Стоит заметить, что одна из главных причин слабых волос – неспособность кровеносной системы организма в целом обеспечить кожу головы необходимыми для нормального роста волос питательными веществами. Решить эту задачу поможет серия шампуней торговой марки «Сила лошади» компании «Лекопром». Торговая марка «Сила лошади» включает в себя оптимальный набор по уходу за волосами – серию шампуней и бальзамополаскиватель. В серию шампуней входят шампунь для окрашенных и эмилированных волос, шампунь-кондиционер, шампунь против выпадения волос, от перхоти с кето-конозолом. Шампунь – универсальное средство первичного ухода за волосами, прекрасно справляется со своей основной задачей, мягко очищает волосы, не повреждая их структуру. Помимо этого, содержит ряд активных компонентов, которые способствуют укреплению и стимуляции роста волос. Серия шампуней «Сила лошади» способствует восстановлению естественного гидробаланса в клетках волоса, нормализует передачу питательных веществ, увлажняет, восстанавливает структуру, повышает эластичность и эффективно справляется с каждой из поставленных задач. Бальзамополаскиватель с эффектом ламинирования торговой марки «Сила лошади» обеспечивает гладкость, мягкость, блеск волос, а также их интенсивное питание и укрепление. Бальзамополаскиватель «Сила лошади» делает волосы гладкими, послушными, интенсивно питает, защищает от негативного воздействия окружающей среды, способствует укреплению волос, останавливает их выпадение. Вся серия ухода за волосами торговой марки «Сила лошади» компании «Лека Про» изготовлена из натуральных действующих компонентов с их максимально допустимым содержанием в рецептуре. Продукция гипоаллергена, без красителей, имеет нейтральный PH. Хотелось бы обратить внимание, «Лека Про» – это молодая отечественная косметическая компания, принцип которой – инновационный подход и нестандартные решения. Всем нам хорошо известно, что сегодня очень остро стоит вопрос ухудшения экологии и здоровья населения. Поэтому специалисты компании делают все для того, чтобы жители Украины имели возможность использовать продукцию из натурального сырья, которая способствовала бы улучшению здоровья людей и окружающей среды. Приобрести серию ухода за волосами торговой марки «Сила лошади» компании «Лека Про» вы можете в аптеках нашего города, в том числе и сети аптек «Факультет фарм». Не секрет, что более всего представительницы слабого пола переживают из-за своей фигуры, точнее из-за набранных в течение года килограммов. Эти вечные враги женщин в конец способны испортить настроение. Не отчаивайтесь, на помощь приходит безопасный комплекс для похудения «Диэтон». Новый год – прекрасный сказочный праздник, время добрых надежд, планов на будущее. В праздничную ночь каждая женщина хочет выглядеть отлепительно, привлекательно. И для многих из них это прежде всего стройная и подтянутая фигура. Торговая марка «Диэтон» поздравляет всех с наступающими праздниками. И готова исполнить Ваши желания. Новый, натуральный, эффективный и безопасный комплекс для снижения веса «Диэтон» лучший помощник на пути к здоровью и красоте. Он успешно помогает организму бороться с лишними килограммами, снижает всасывание жиров, поступающих с пищей, расщепляет уже имеющиеся жировые отложения и активно выводит из организма продукты их распада. Снижает аппетит, помогая грамотно перенастроит систему питания. Торговая марка «Диэтон» благодарит за доверие и приложит в новом году максимум усилий, чтобы его сохранить и приумножить. Мира, здоровья, красоты, процветания. Новый год, пожалуй, один из самых богатых и щедрых праздников в плане традиций и антуража. Уже практически за месяц улицы, торговые центры, рестораны и кафе преображаются, светя новогодними огоньками и яркими декорациями. Большинство людей также хотят зарядиться праздничной атмосферой и сделать свои дома яркими и красочными. Со своими идеями и советами, как украсить свой дом к Новому году, сегодня с нами делятся специалисты Центра Цветов «Вива Роза». Для чего мы украшаем свой дом? Красивый дом дарит людям здоровье, гармоничное отношение, радость восприятия окружающей природы. Чем больше людей воспринимает ваш дом красивым, тем больше доброжелательной энергии перейдет на него и, естественно, достанется его обитателям и создателям. Мы, команда Цветочного Центра «Вива Роза», предлагаем вам получить радость, проявляя свою фантазию. Наполните свой дом эстетикой в подготовке к новогодним праздникам. Создавайте композиции, используя хвою, свечи, специи, разнообразные фрукты, сушеные и живые, ягоды и шишки. Наполните свой дом красотой и великолепным ароматом. Безусловно, у вас все получится. Эстетическое чувство в человеке заложено природой. И если мы немного постараемся и проявим хотя бы немного желания, то чувство прекрасного мы сможем в себе развить и воспитать. Мы в салоне «Вива Роза» проводим мастер-классы для деток и взрослых, где у них есть возможность поэкспериментировать со стилем. Кстати, специалисты Центра Цветов «Вива Роза» при украшении своего дома рекомендуют обратить внимание на оттенки красного цвета, ведь грядущий год – год красной огненной обезьяны. Энергия этого цвета увеличивает внутренние ресурсы организма и является древним символом жизни и долголетия. Редактор субтитров А.Семкин С приходом Нового Года от всей души желаем вам привлечь в свой дом энергию добра, созидания и любви. С наступающим! Цветочный центр «Вива Роза» находится по адресу улица Держинского, 1. Телефон для справок 32 38 88. Дорогие друзья, Новый Год – праздник долгожданный, всеми любимый. Он приносит надежду на лучшее, ожидания добрых впереди. Конец года – время подведения итогов и построения планов на будущее. Для сети аптек Руан уходящий год был годом дальнейшего развития. Поддерживая традиции фармацевтического дела, компания начала изготовление лекарственных средств по рецепту врача. Данные лекарства не только высококачественные и эффективные, но и более доступные по цене. Теперь в любой аптеке компании Руан вы сможете приобретать лекарственные препараты, изготовленные специально для вас. Хочу отметить, что сеть аптек Руан вот уже 17 лет работает в Днепропетровском регионе и свое здоровье нам ежедневно доверяют более 25 тысяч человек. Мы очень ценим и любим наших покупателей. И всем желаем в новом году здоровья, счастья, добра, мирного неба над головой. Помните, аптеки Руан всегда рядом. Активно готовясь к новогодним праздникам, не стоит, конечно же, забывать и о своем здоровье. С каждым годом медики отмечают все большее увеличение количества людей, страдающих нарушением слуха. Однако, к сожалению, нередко многие больные не хотят признавать наличие подобной проблемы и откладывают свой визит к специалисту. Тем временем заболевание прогрессирует и требует в конечном итоге более сложного лечения и финансовых затрат. Сегодня о современных возможностях слухопротезирования рассказывают специалисты Центра нарушений и реабилитации слуха «Слухсервис». В настоящее время наука открыла огромное количество новых передовых технологий, связанных со слухопротезированием. В этой связи такое быстрое, надежное и элегантное устройство под названием слуховой аппарат сегодня практически гарантированно решает любую проблему со слухом. В Украине благодаря своей надежности, хорошему качеству и широкому выбору наиболее востребованы слуховые аппараты Атикон. В Украине фирма Атикон представляет более 80 наименований слуховых аппаратов. Эти аппараты оформлены в определенные семейства по своим возможностям и новизне. Аппараты от самых простых аналоговых аппаратов до самых сложных современных цифровых слуховых аппаратов с искусственным интеллектом. Слуховые аппараты классифицируются по типу, способу настройки и месту ношения. В зависимости от типа слуховые аппараты делятся на аналоговые и цифровые. Цифровые отличаются высоким качеством слухопротезирования. В зависимости от места ношения слуховые аппараты бывают внутриушные, заушные. Как же разобраться среди такого огромного количества предложений? Самый правильный способ пойти в слуховой центр и подобрать индивидуальный аппарат со специалистом. Кроме того, здесь вы сможете проконсультироваться с лор-врачом или сурдологом, пройти детальную диагностику нарушения слуха, получить гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретаемого слухового аппарата, заказать индивидуальное изготовление ушного вкладыша. Предприятие «Слухсервис» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством Крестовым. Мы желаем всем крепкого здоровья и готовы помочь каждому, кто нуждается в улучшении слуха и улучшении качества жизни. Мы готовы оказать вам помощь не только в Днепропетровске, а и в Кривом Роге, в Желтых Водах, в Днепропетровске совместно с нашими партнерами. Продолжает нашу программу рубрика «Здорово и вкусно». Сегодня Юрий Максимов подготовил для нас праздничный рецепт. Всем привет, дорогие друзья! Это вновь рубрика «Здорово и вкусно». И сегодня вместе с вами мы будем готовиться к новогодним зимним праздникам. Сегодня мы приготовим десерт. Десерта в нашей кухне еще не было. Опять же, с десертами связаны ошибочные поверья, мол, десерты не могут быть полезными. Неправда. Есть очень вкусный, очень полезный и очень красивый праздничный десерт. Называется он «Пирожное с грушей и с вишнево-кофейным соусом». Это пирожное можно сделать буквально за считанные минуты, и вы в этом сегодня убедитесь. Для этого нам понадобятся груши. Спелые, хорошие украинские груши. Понадобится тесто, которое можно легко и просто приобрести в любом супермаркете. оно прекрасно подойдет. Также нам для соуса понадобится вишня, зерна кофе, именно зерна, ну и, конечно, для сиропа сахар, вода и приправы. Для начала очистим от кожуры груши. Грушу мы разрежем для начала пополам, причем именно так, чтобы осталась вот эта вот плодоножка, которая будет очень клево смотреться на нашем десерте. Разрезав пополам, привычным движением руки. После того, как мы очистили грушу, нам нужно ее обязательно закарамелизировать, поэтому мы отправляемся к плите. Делаем самую обычную карамель на хорошо раскаленную сковородочку. Насыпаем пару ложечек сахара и буквально одну ложку воды. В нашу карамель мы добавляем немножко для запаха ванильного сахара и чуточку корицы. И немедля в эту карамель мы отправляем грушу. Грушу мы тоже будем готовить до полуготовности в этой карамели, потому что потом она еще у нас будет запекаться в духовке вместе с тестом. Пока груша карамелизируется, мы берем волшебную палочку скалочку и занимаемся нашим тестом. И вот здесь-то нам пригодилась вторая половинка груши. По контуру с небольшим отступом мы вырезаем трафарет. После того, как груша хорошенько закарамелизировалась, мы ее извлекаем из карамели и отправляем на сито, чтобы она немножечко стекла. И теперь в эту же ароматную карамель с запахом груши, корицы и ванили мы отправляем вишню и кофе. После того, как вишня немножечко от температуры размякнет, пустит сок, мы поможем ей, друзья, поможем пустить еще больше сока. Возьмем толкушку и вот таким вот образом выжмем из нее все соки. после после того, как соус хорошенько проварился, напитался, насытился вкусами, ароматами кофе и вишни, мы его тоже переливаем в емкость через сито и даем остыть. Пока соус остывает, мы продолжаем колдовать с нашей уже аппетитнейшей грушей, но поверьте, это только начало. Мы выкладываем ее на подготовленное тесто, здесь же украшаем листиками. И затем это произведение кулинарного искусства мы переносим сначала на пергамент, на противень и в духовочку при температуре 200 градусов на 20 минут. Итак, друзья, 20 минут пролетели как одно мгновение и мы достаем этот замечательный красивый десерт. Но это еще не все, друзья. Ввиду того, что мы готовим праздничный новогодний десерт, давайте добавим немножечко новогоднего волшебства. В этом нам поможет обычная сахарная пудра. на этот снежок выкладываем грушу, добавим для украшения зернышки кофе и вишенку. Еще немного снега припорошим саму грушу и в завершение добавим ярких красок ароматнейшим вишнево кофейным соусом. Итак, дорогие друзья, новогодняя праздничная фантазия под названием нет ни яблоки, а груши на снегу готова. Поверьте, этот десерт обязательно влезет в вас, даже если вы съели уже полтазика оливье, если вы уже скушали какую-то котлету, крабовый салатик или чего там еще готовите на новогодние праздники. Это легко, это красиво, это безумно вкусно и полезно. С новым наступающим годом, с рождественскими праздниками, друзья, будьте, пожалуйста, в новом году очень счастливы и очень здоровы. Там наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками. Мира, любви, процветания. Творите добро, радуйтесь жизни, будьте здоровы. До свидания, до новых встреч в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова